Волонтеры Победы 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 И конкурс состоит не только в том, кто быстрее заберет заявку, но и кто больше отработает заявок, кто больше видов помощи сможет оказать гражданам. И плюс по результатам представленных отчетов по итогам конкурса оргкомитет будет оценивать отряд. — Скажите, пожалуйста, все-таки пожилые люди — очень уязвимая категория населения, так скажем, и не все готовы открыть дверь по понятным причинам, потому как многие боятся. Вот волонтеры, те, которые участвуют в этом конкурсе, есть ли какие-то опознавательные знаки, какая-то символика, может быть, форма одежды, узнав которую, пожилые люди могут понимать, что опасность им не грозит? — Ну, насчет опасности. Риски мы минимизировали, потому как все заявки принимаются от представителей либо учреждений социального обслуживания, куда обращаются граждане старшего возраста, либо через наш комитет, либо через ветеранские общественные организации. То есть здесь информация не может уйти никуда дальше, чем комитет, дальше, чем волонтерские отряды. — То есть не может быть такого? Постучали в дверь, сказали, я волонтер, вам сейчас помогу чем-то. — Так волонтеры не делают? — Нет, так волонтеры не делают. Предварительно созваниваемся, говорим, какой отряд придет, и только потом уже, когда время назначено, ребята приходят. — То есть, естественно, что если пожилым людям кто-то постучал под видом волонтеров, лучше дверь не открывать? — Некоторые отряды у нас с символикой. То есть те отряды, которые на постоянной основе работают на базе учреждений, у них уже утверждена своя символика. Это и флаги, и жилеты, и футболки, все что угодно может быть. Но за три года не было ни одного случая, чтобы волонтеры нас подвели. Поэтому я думаю, так и будет дальше. — Вы начали в этом году работать 1 марта. Что-то уже удалось сделать, кому-то помочь? — Да, на сегодняшний день мы отработали уже порядка 11 заявок. Это именно по уборке жилых помещений и придомовых территорий от снега. — Единственное, я еще скажу про один вид помощи, который в этом году у нас впервые вводится в рамках конкурса. Все, наверное, знают, что с 4 июня у нас Алтайский край переходит с аналогово на цифровое вещание телевидения. Поэтому среди наших участников конкурса есть волонтерские отряды, прошедшие специальное обучение по настройке приставок для цифрового вещания. И очень актуально сейчас, я думаю, будет для многих граждан старшего поколения, для ветеранов, даже которые уже приобрели приставки, именно в ее настройке. И наши отряды, ребята охотно идут и приходят и настраивают. На сегодняшний день 6 заявок уже именно по этому виду помощи у нас оказано. — Как поучаствовать в этом конкурсе? Вот сейчас смотрят наши школьники и говорят, я тоже хочу помочь. Можно ли каким-то образом включиться в этот аппарат? — Я думаю, сейчас они могут присоединиться к тем отрядам, которые уже работают, потому что у нас официально до 1 марта прием заявок на участие в конкурсе был. Здесь и так 27 отрядов, я боюсь, что им хватит заявок от ветеранов. Но конкурс у нас проходит не только ко Дню Победы, но и в рамках месячника пожилого человека. Вот у нас в прошлом году конкурс «Прояви заботу» стартовал впервые, и именно осенью мы поняли, что школьники у нас очень активны. У нас было больше половины участников конкурса именно с образовательных организаций. Поэтому если у кого-то есть желание, пусть обращаются в комитет. Я думаю, мы сможем скоординировать действия желающих вступить в ряды волонтеров и тех отрядов, которые уже работают. — А как пожилым людям заявить о том, что им нужна помощь? — Пожилые люди могут обращаться к нам в комитет 371-781, либо через комплексные центры социального обслуживания. Также можно через Управление социальной защиты населения 63-4009 любыми удобными способами. — Ольга Владимировна, но если есть конкурс, должны быть победители. Вот по каким критериям? Я поняла, что кто быстрее все-таки и кто больше поможет. — Как наградите победителей лучших? — Награждать мы победителей будем уже после празднования Дня Победы, когда гремят салюты, когда пройдет парад. На заседании уркомитета мы выберем лучшие отряды. И в торжественной обстановке будем награждать. — Спасибо вам огромное и за дело, и за время, которое вы нам уделили. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с исполняющей обязанности председателя Комитета по социальной поддержке населения Барнаула Ольгой Ишутиной о том, как помочь пожилым перед Днем Победы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин